Я буду лаконическим сегодня, потому что на самом деле хочется сказать о том, что соперник сегодня действительно заслужил победу. И, наверное, так принято говорить в таких ситуациях, когда сопернику Динамо уже отступать некуда в турнирной таблице. Такая трудная ситуация у команды. Сегодня Динамо играло сердцем и с этой поддержкой болельщиков. Пускай их было немного, но тем не менее антураж чувствовался, атмосфера футбольная. Поэтому и зрители поддерживали, и футболисты соперника, наверное, прониклись этой ситуацией. И сегодня действительно они заслужили эту победу. Надо признать, что я при подготовке к игре практически каждый день ребятам говорил о том, что нам будет очень трудно здесь в том плане, что опять-таки команды, которые внизу турнирной таблицы находятся, решают свои определенные задачи. Они у сдвоенной энергии всегда играют с повышенной мотивацией. Еще раз говорю, зная, как в Бресте поддерживают болельщики своих любимых футболистов, безусловно, я предвосхищал эту ситуацию, что сегодня будет трудный матч. Но он таким образом сложился, что мы забили гол в хорошей атаке, Володя Хвощинский реализовал момент, да, и после этого такое ощущение, мне показалось, что мы думали, что игра дальше пойдет по нашему сценарию, что нам этот матч легко будет даваться в дальнейшем. Как следствие, после забитого гола мы абсолютно перестали выполнять те требования, которые предъявили к ребятам при подготовке к игре. Тот план на игру, который был, отдали инициативу, отдали территорию. Ну и еще в первом тайме соперник нас заказал за эту пассивность при игре в обороне. В целом, еще раз говорю, во втором тайме попытались, да, уже изменить ход игры, к сожалению, может быть, уже после того, как третий гол пропустили, может быть, чуть-чуть раньше надо было реагировать в том плане, чтобы выпустить вот этих молодых задорных ребят, наших воспитанников, которые в целом придали интенсивности игре нашей в атаке, да, и мы имели несколько моментов при фланговых подачах, где по створу ворота носились удары головой. Но, еще раз говорю, что уже для того, чтобы добиться победы в сегодняшнем матче, не те игры были упущены, естественно, что, еще раз говорю, уже мяч не шел в ворота и «Сентинамо» сегодня заслуженно победила. В этом году вообще мы в чемпионате не побеждали дома, поэтому долгожданная победа, как бы тяжело нам не было, в том плане, что 8 человек у нас выпало из состава, болезни, травмы, какая-то эпидемия на нас. Но ребята справились и добавили, допустим, даже когда поправятся люди, добавили нам головной боли, кому играть, и это радует. Это радует, мы набрали неплохой ход, дай Бог, что эта победа нам даст еще больше уверенности в своих силах, потому что тяжело бы находиться внизу турнира таблицы, и каждая игра для нас как последний бой, скажем так. Очень рады победе. Мы надеялись на нашу атакующую тройку в этой игре. С Эдвика мы брали с прицелом, в принципе, как нападающего. Слава Богу, наши ожидания оправдались, и тройка Гортичук, Цепенков, Куаджи на много хлопот обороне Минска доставила. Ребята воспользовались своим шансом. Допустим, тот же Дима Лесняк очень уверен. Он хорошо выглядит на тренировках, просто не предоставлялось такой возможности ему сыграть. Сейчас он сыграл полный матч, и мы очень довольны его игрой. Чего мы ждем от наших нападающих, то и продемонстрировал сегодня Куаджи. Ну, а Миша, он лидер команды, все-таки опытный игрок, и принес нашей атакующей игре более яркие краски. Во-первых, это домашняя победа при своих болельщиках, при своих родных, которые присутствовали на стадионе. Я думаю, что в первую очередь в такой тяжелой обстановке, в ситуации, в которую мы попали, ребята, я думаю, почувствовали уверенность. Почувствовали то, что они могут не просто обороняться, а могут играть в хороший футбол.